100 процентов вы смотрите этот фильм не 1 мая да и на пасху наверно нам не успеть может быть к девятому поэтому поздравляем вас от лица нашей команды с международным днем трудящихся с православной пасхой с наступающим 9 мая и может быть даже из прошедшим мы занимаемся с утра пораньше ремонтом лесника вчера появилась следующая проблема был сильный запах бензина ребята очень переживали по этому поводу вечером мы нашли причину это прохудившийся шланг высокого давления через который тонкой струйкой мы сейчас сделаем ставочку и вы увидите бензин писал моторный отсек фонтанку я себе я себе ебанусь не катались я тебе бензин живет доходишь но суши в обычный говношланг просто это браковый шланг пытаемся сейчас из подручных средств найти чем это можно чем этот шланг можно заменить но пока что то не находится честно говоря использовали распилили китайский стул какой-то но не подошел трубка ножка стола стула по диаметру использовали какую-то медную трубочку которую нашли но она с одной стороны соскакивает нашли два хомута но они достаточно большие по размеру и не затягивают в общем пока думаем как нам решить этот вопрос лесник наверное здесь не сильно виноват потому что двигатель вазовский и трубочка это тоже вазовская я думаю что она просто бракованная казалось но может быть именно эту трубочку на леснике и надо было бы заменить на более надежную потому что все таки двигатель стоит не на автомобиле который там возле автомагазина может остановиться и отремонтироваться она везде ходит но это другой вопрос уже пойдемте посмотрим на лесник у меня вопрос если вы будете знать его номер или маркировка вам сейчас чем поможет какая у него теоретически можно в твери купить если он штатный если сегодня 1 мая работают магазины ну какие должны работать я предлагаю бросить его здесь хороший вариант но и во всем придется забирать вернемся с шлангом потом через неделю на руках вынесут если мы до этого момента не выпустил репортаж то наверно не должны какие вести из операционной ищем донорские органы вот зафиксируйте господа из компания лесник лесник мы понимаем что вы ни при чем и техника ваша в общем-то вся целая хорошая и хорошая но вот вот эта деталь которая используется на вазовском двигателе она ненадежна и больше скажу не просто ненадежно посмотреть просто ненадежно поставщику вопрос она она опасна для людей мы могли запросто и сгореть и задохнуться и не вернуться и вообще что угодно не утонуть то ладно бензин лил бензин лил наверное несколько часов мы забивали себя голову всем чем угодно там какими-то канистрами баками а вот тут просто лило со всех щелей вот прям пошла так что чем этот шланг надо конечно заменить на более качественно да ну для этого но дело на дороге вас остановился где-нибудь а другое дело на болоте мы застряли да еще и вездеход может сгореть за этой фигни да хорошо что есть кому помочь спасибо огромное а так бы все приехали это нет это очень важно чтобы народ знал что он покупает какие деньги он платит за что он платит ну вот так как она едет надо главное чтобы все это честно было объективно какой набор инструментов то фантастический блестючий мотор для проверки версии с ремонтом вездехода нам потребуется одна банка с пивом уже без пива без пива сейчас я его нельзя пива можно как будто бы его там нет безугольный 1 мая сегодня праздник может уважаемые трудящиеся и отдыхающие с праздником вот пиво нам требуется для того чтобы не портить экологию туда мы сольем солярку но не всю а из отстойника это ответственный подход я считаю зеленые бы одобрена переработку переработка отвезем на нефтебазу и но не снимается света нет сейчас я нажму соответствую попробую еще раз свет свет уже я снимаю лишние детали свездехода шерп для того чтобы их установить на вездеход лесник для проверки версии работы топливной системы на альтернативных запчастях совместимы ли вместо вездеходы между собой вот этой истории вот вот это вот покажите где-то сейчас я тут чтобы понимать что вы что ставите вообще на вездеходы вот эта часть вот такая вот стоит вот на заводе что то есть получается шерп жертвует своей запчастью пробует проводить эксперимент остался вопрос откуда шерп лично нет она не лишняя временно лишние мы ее не будем использовать в обратной поездке по пути назад не будем вы без нее сами не поедем станет ли изменится ли цена лесника по 100 у нее будут установлены детали от шерп мне кажется он просто сразу дорожает процентов на 10 так ну учитывая юр для делать хреновый шланг в руках для моего делать от пилом уходить на штуц не от его разъедини до товарищ не могу вам показать что там происходит мы попробуем так делаем загрузку берем ножик пошла реклама мелоки да и жигули уже должны прислать конечно это все делается немножечко немножечко далеко по кружок очумелые ручки вот добыл шланг недостающий деталь который будет вот это еще с двумя хомутами вот для наглядности чтобы видно для кланки тоже три капли вот жестко и вот это вот он весь контро факт и оригинал да он весь размочали на и вообще вот этот кстати есть маркировка смотри год до вас воды вот 10 362 20 17 на заглушки на заглушки но там тоже что-то было написано неважно но этот шланг 8 на 15 и он такого же размера с виду выглядел солиднее у нас спасательная экспедиция бегает по твери пытается найти что-то похожее вот алёк пойдем так вот единых сил даже прибавилось он даже лучше стал работать ровнее как-то да несомненно это как выход из ситуации мы можем из своей мы сейчас роли вырезали на пробу я решу на пробу понять ну чё там сучу давай это я вот закрою я путь будет мало вот пусть вам по трассе маленько пусть по трассе надо чтобы согреть шланги до рабочей температуры да 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 прикрой капот так и хочется сказать из-за острова на стрежу на большую землю курьеру за запчастями мы попробовали там пройдем все работает тема работе наши спасатели уже нашли необходимую деталь поэтому все вернули обратно, и сейчас едем в Киеве пересекаем островеточное, и там на дороге мы должны встречаться посмотрите, какой небоскреб устроен в обрывке причем дизайнерский у них такой, рядом с какой-то засохшей сосной и я думаю, там есть наблюдатели где-то, сейчас они в этой башне сидят за нами смотрят здесь прочно ездят так элементарно вышел просто элементарно отлично вот так, ступенки опыт и алкоголь побеждает полностью задор сто процентов вот так вот так вот так вот так вот так подровнял второй брызговик да уровень озера находится на уровне небесного леса да раз и поплыли лесника мы отремонтировали он полностью на ходу весь прекрасный праздничный первомай мы провели на по сути на одном месте только сплавали по озеру туда обратно то есть солнечный день о котором мы вчера мечтали что мы сделаем много красивых видео фото что мы проедем интересные места и так далее весь солнечный день прекрасный первомайский прошел у нас на одном месте включили но мы не сожалеем потому что главное это хорошая компания компания у нас отличная все довольны справились с трудностями едем домой рацию включили а А красиво-то как, а? Краски какие? Балласт пересел на правую сторону Специально обученный Да, да, сейчас дело пойдет Субтитры сделал DimaTorzok Шер пошел Лесник справился Сейчас пойдет давно поувереннее и быстрее Субтитры сделал DimaTorzok Мастер-класс от Шерпа Канал на канале, перекресток Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот картинка идеальная Как же красиво Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Решили, поехали Решили не терять время Стоп, 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 стоп Вот, натянулись Давай Стой, стой, стой Ну, он не завелся, поехали С выключенным двигателем Это вообще уже было как бы трудно его тащить Субтитры сделал DimaTorzok Можно Можно Стой Заводись На короткой На короткой Ну, на короткой лучше Сколько там? Метра 4 Да Ну, немного Хорош Давай Давай Стой, 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 стой Стой, давай назад немножко Стой Сейчас Он назад немножко сдаст Сейчас Юра назад сдаст Стой Стой Подтяни веревку Ага Сейчас я назад чуть-то Хорош Пошли вперед Левее Ты готов? Вы первое Надайте ему направление Берейки, включай передачу Поехали Все, вытащи Все, все Назад немножко Все Все, стой Еще без команды Назад или вперед Я чуть-чуть Едем Едем Едем, едем, едем Едем, едем, едем Тянем, тянем Едем, едем Тянем, тянем. Это все. Сейчас. Все. Деревочка, деревочка. Стой, стой. Есть. Матрос. С выходом цыганочка была, да. Вот так их лучше видно, да. Забыли нажать кнопочку. Как-то надо его вперед пропустить. Матросы? Нет. Лесняка. А там стоит еще у нас в этой же ситуации шерп. Интересный лес. Слева сосны. Справа березы. А с правой стороны наоборот. А с правой стороны, если посмотреть вон туда, наоборот. Там идут березы, потом они кончаются, и опять начинается сосны. То есть сосны растут посередине. В смысле березы? В смысле березы растут посередине, а точнее быть, то вокруг мелиоративной канавы, которая находится чуть-чуть правее от нас. ювелир. А вы так сможете на ваших квадроциклах? А это закат, который мы не увидим. Вон там солнце пробивается между соснами, между деревьями. вспышками такими красивыми. Заключительная часть нашей поездки. Оставшаяся, осталось 200 метров до дороги. Туда, да, туда ехать. Туда, да, туда. На дерево? Да. Думаешь, пора залезть на дерево? Устал. Устал, да, отдохну. Нет. Объехал. Объехал. Я не знаю, может, что у лопаты кто-то какой-то. Уж больно. Видишь, что ты сожрал. Сожрал. А может, бревно туда какое-то? Здесь сожрали. Видишь, муравьев нет. Муравьев нет. Ну, может, они на ночь спать ливили. Нет. В общем, вот такой странный муравейник мы обнаружили. С квадратной выемкой. Кто знает, пишите в комментариях. Что с ним случилось. Катались. Спасибо всем за компанию. И вам большое спасибо. Получили удовольствие. Лесник проживает где-то недалеко от места катания. Он нас бросил. Просто жесткий, типа, уехал своим ходом. Да, он своим ходом пошел. Ему сказал, два часа мне, и я дома. Да. По асфальту. А мы погрузились на прицепы. Два шерпа. И едем домой тоже. По домам. Все прошло хорошо. Нам всем все понравилось. Несмотря на то, что весь сегодняшний прекрасный солнечный майский день мы просидели, в общем-то, на одном месте. На лавке практически проплавали еще. Жгли костер. Ну и чуток поплавали по песчаному или по песочному. Я все время путаю. Песочный. Песочный. По песочному повозим. Тем не менее, все прекрасно. Нашли интересную дорогу. Прям нам понравилось. Да? Главное новую. Да. Ну и скоро поедем дальше. Там у нас нас ждет. До новых встреч. Да, до новых встреч. Все подробности в клубном чате. Всем пока. Всем пока-пока.